Первый рейс Беларусь запускает известный бюджетный авиаперевозчик, лоукост, проще говоря. Новость буквально свалила с неба на голову, но это тот случай, когда такому повороту событий только рады. Мы тоже обрадовались, но не спешите, все не так однозначно. Венгерская компания Визеер не впервые пытается прийти на белорусский рынок. В этот раз переговоры продвинулись достаточно далеко и, похоже, попытка иметь шанс стать успешной. Горячее предложение от крупного бюджетного авиаперевозчика – ежедневные рейсы Минск-Будапешт с весны будущего года, пока маршрут один. И пока это не соглашение, а всего лишь меморандум. Любителям очень дешево полетать придется еще немного подождать. По инициативе авиационной администрации Венгрии проводятся работы по согласованию подписания меморандума взаимопонимания. Улетим ли за 9,99? Об этом говорить пока рано. Работа по согласованию тарифов впереди и зависит от тарифной политики авиакомпании. Но шанс есть. И, надеемся, бюджетное путешествие выходного дня не за горами. Как пояснили в департаменте по авиации, конкуренты венгерской авиакомпании тоже изучают белорусский рынок. То есть, понятно, мы ведь небольшое озеро. Шутки, мол, лоукосты поэтому Беларусь и не находит, можно относиться в разряд несмешных. В ответ на письмо Министерства транспорта Ирландии проводится работа по назначению на полеты в Республику Беларусь со стороны Ирландии авиакомпанию лоукост модели Ryanair. Перехвост на рынок авиационных перевозок авиакомпании бизнес-модели лоукост просто расширит возможность выбора для пассажиров. Понятно, что пассажир чаще всего начинает выбирать рублем. Поэтому должен быть возможность выбора. И это увеличит и конкуренцию, и предложение для авиационных туристов. Конечно, лучше дешево летать в города Европы по цене скромного обеда в ресторане. Быстро, удобно, но придется пожертвовать комфортом. В самолетах лоукост компании нет разделения на бизнес и эконом-класс. Все летят в одинаковых условиях. А еще нужно быть готовым к тому, что принять ваш самолет могут далеко не в столичном аэропорту. На чем-то перевозчик должен зарабатывать, поэтому стоимость провоза багажа может быть значительно выше цены на билет. Идеальный вариант для тех, кто привык путешествовать налегке. В общем, ждем новостей и будем держать вас в курсе. Но не лоукостом единым, как говорится. А наши соотечественники отдыхать любят, и деньги им не помеха. Я об отпускниках. Более 850 тысяч белорусов отдохнули за границей в прошлом году. Примерно на 100 тысяч больше, чем годом ранее. Правда, эти данные касаются только тех, кто купил тур. Каждый пятый белорус посетил страны СНГ. Третий побывали в Европе и половина в других странах. Больше всего поездок пришлось на Египет. В 5 раз больше, чем в соседнюю Россию. Примерно одинаково белорусы ездят в Турцию, Украину. А затем с большим отставанием идут Болгария и Россия. В десятки популярных направлений также Испания, Польша, Греция, Грузия и Черногория. Справедливости ради скажу, что приезжают и к нам. 365 тысяч организованных туристов посетили Белоруссию в прошлом году. Сообщили в Национальном статистическом комитете. Выходит по тысячу в день.